Последний визаж смотрел с огромным интересом, хотя эту тему изучала по вашим видео и Латинкова ЮА. Вы рассказали о своем способе сушки семян на солнце. Внимание, чем хороша наш коллективный разум. И тут вспомнилось забытое. На летние каникулы вы уезжали в деревню, летом собирали грибы и ягоды, а в конце сезона орехи и лещины. Кстати, у меня орехи и лещины лежат за сфиксированные, ни одного еще не продал. Не каждый год были орехи, но если год был урожайным, то собирали рюкзаками. Конечно, хотелось даже леса сохранить. Сушили в доме, под навесом в тени, но по предшествии времени прискрытие ядро оказывалось мощным и невкусным. Вспомнились каленые орешки и сказки просушили в печи. Выкинули. И вот после неудач вдруг пришло решение просушить орехи на солнце несколько дней. В результате, при хранении, ядро осталось таким же полным и вкусным, как после сбора. Надеюсь, мои наблюдения были полезны. Спасибо за ваши вебинары. Открытость и щедрые души. С уважением и пожеланиями здоровья и процветания министра Туэльзавета. А теперь давайте смотреть. Я вам к предыдущему оратору полностью присоединялись. Почему? Потому что я уже вам говорил, что я сушу на открытом воздухе, но с одним условием. То есть, но без жесткости. Но есть солнце, но солнце нет солнца. Значит, в тени. Но все равно проветривание и прочее. Итак, вы видите один из моих фотографий. Это поздний зимний сорт, поэтому они не успевают вызвать. Новый агроприем. Просушка семян на летний, в осенне или зимнее солнце. Это после того, что я делал, после того, что я прочелся в письме. Заметьте знак вопроса. А вспомните еще это самое. Зерно этих. Зерновых у этого самого. У весенка. Чувствуете все одно и то же. И я потом написал по хитрому знак вопроса. Новый агроприем. Просушка семян на летнем, в осенне или зимнем солнце. Вот. Ирина Александровна. Это ваш. Вот. Меня хватит. Нет, не хватит. Но я много уже не успею. Все на интуиции. А должна быть методика будущего академателя Левна Савинича. Вот.